Друзья, приветствую вас! Последнее время мне периодически пишут специалисты какие-то выкинь свою китайскую балалайку на помойку. Масло только в лабораториях проверять, поэтому я хочу на примере одной из ситуаций разобрать это утверждение и как бы разобраться вообще бывают ли на солнце пятна, скажем так. Примерно полгода назад один из зрителей прислал мне образцы масла. Это очень крутое масло, полнозольное 0,40 с высоким содержанием ПАО, это не 10, не 20, не 30 процентов, много там ПАО, мировой бренд, вообще все шикарно по показателям, супер. Машина у зрителя тоже отличная, значит примерно год-два автомобилю, небольшой пробег, это BMW. Единственный момент это бензиновый турбированный двигатель. Многие из вас знают, насколько это горячая штучка в прямом переносном смысле и зажигает и мотор очень горячий в соответствии с последними экологическими тенденциями. Вот, значит и вот получились у меня такие результаты. Я буду отвлекаться, чтобы ничего не напутать, смотреть на ноут и озвучивать вам информацию, так что извиняюсь. Смотрите, значит сюда противоизносные присадки не поместились, я не стал, два скрина делал. Вот, но поверьте, там 55 процентов по противоизносным присадкам, нитрование почти 53-52,9, кислотное 3,75, тоже больше чем на 2 единицы выросло, щелочной 1,6. Фантастика. И это все за 294 моточаса, там около, около, по-моему, было около 8 тысяч километров. Очень сильно масло окислилось. Для меня не удивительно, что щелочное так упало, потому что нитрование очень сильно влияет на ресурс масла, прибивает, а здесь оно просто зашкаливает. Грубо говоря, красное обычно при обычных тестах светится уже от 35 единиц, а здесь 53. То есть, сами понимаете, почти на двадцатку превышено, то есть почти в два раза. Очень, очень, блин, показатели. Ну, я не думаю, что это проблема автомобиля. Вот, вроде как, и обслуживается он правильно, там, и вовремя. Вот, и автомобиль премиальный, и новый. Вряд ли какая-то проблема. Скорее всего, это вопрос к эксплуатации. Я так подозреваю, что владелец просто долбит постоянно в отсечку. Есть графики связи оборотов и образования, вот, оксидов азота, нитрования, так называемого. Значит, я думаю, скорее всего, очень высокие обороты. Сам мотор горячий, ну, и все это приводит вот в совокупе вот к такой, к такому результату. Значит, когда я проверил это масло, как оказалось, в представительстве, владелец, владелец с кем-то из представительства общается, были готовые результаты в лаборатории МИЦ этого же образца. Через какое-то время владелец мне присылает, говорит, у тебя результаты, ну, как бы, неточные. Все, как бы, блин, прими на заметку, что гонишь лажу. Вот. Значит, анализ МИЦа вот. Я тут затер основные данные. Мы договорились, что не буду публиковать и компрометировать бренд. Значит, вот показатели BMW. Вот видите, кто задавал там даже окончание фамилии и инициалы. Вязкость указана по, значит, как я отсюда плохо вижу, 7700 примерно километров, 294 мч. Ну, и посмотрите, какие результаты получились. Значит, у МИЦа получилось щелочное 5,28, кислотное 3,79. У меня получилось щелочное 1,6 и, обратите внимание, на кислотное очень близко 3,75. То есть, 400 разница, но это меньше погрешности. По кислотному. Кислотные совпадают. Но, да, видите, здесь по результатам настрогал мотор железа. Кстати, там тоже может косвенно говорить о эксплуатации, о долбежке и высоких оборотах. Вот. И обратите внимание, по какому ГОСТу делают, проверяют щелочное МИЦ. Это у нас D2896. А прибор коррелирует с другим ГОСТом для щелочного определения. Это D4739. Значит, ситуация такая патовая, да. У меня одно, у него другое. Казалось бы, блин, я пролетаю как фанера на Париже. Ну, давайте обратимся к безусловному специалисту в этой области, компании Лубризол. Значит, я могу приложить в описании скрины. Даже могу вообще все приложить. Презентация Лубризола. И вот, посмотрите, первая табличка, как мы измеряем кислотное масло. Значит, кислотное число, прошу прощения. Кислотное по STM D664. Это понятно. Как мы измеряем щелочное? Значит, метод 2896. Это то, что чем пользуется МИЦ. Величина щелочности широко используется для оценки только что произведенных масел, новых масел. Этот метод испытания включает определенные щелочные составляющие, смазочных материалов, тетрования, хлорные и уксусными кислотами. И второй метод, значит, 4739. Щелочное широко используется для оценки ухудшения качества масла в рабочих условиях. То есть, моя балалайка для отработки подходит. Метод, который использует МИЦ, подходит для нового масла. Этот, значит, 4739, этот метод испытания включает определенные щелочных составляющих, смазочных материалов, тетрованием соляны из смези изопропанола, тулуола, хлороформа и воды. Значит, понимаете, да, разница. МИЦ использует ГОСТ для свежего, я использую ГОСТ для отработки. Ну, мой прибор, скажем, не я. Далее. И вот посмотрите результаты пылевых испытаний. Что пишет об этом лубризол? Измеряется, щелочное число измеряется по 2896, это МИЦ. Имеет более высокое начальное значение и сохраняется почти постоянным в период до замены. Почти постоянным. То есть, оно практически мало падает. Щелочное измеряемое по D4739, то, что делает прибор, имеет более низкое начальное значение, ну да, примерно там полтора единицы, и снижается, существенно снижается в период до замены масла в ходе испытаний. Кислотное и щелочное число, замеренные по 4739, чем занимается прибор, ближе к точке пересечения их значений в конце периода замены. Понимаете, да? Переходим в следующую. Значит, посмотрите, то, чем пользуется МИЦ. Смотрите, график снижения щелочного числа по ASTM D2896 для масла прототипа. Значит, здесь три линии, три цвета. Первый, красная линия, это обработка серной кислотой. Посмотрите, как оно влияет. Щелочное сильно падает. При обработке уксусной кислотой и желтая линия азотной кислотой. Нитрование, помните? Азотная кислота. Значение не меняется. То есть, этот метод среагирует только на серную кислоту. То есть, на, по сути, на плохое топливо, высокое содержание серы в масле, там, ну, сернистость масла. Это не относится к современным, особенно премиальным продуктам. И топливо, как правило, сейчас уже у нас имеет серьезные ограничения экологические по сере. То есть, по большому счету, этот метод вообще не видит основные кислоты, которые образуются в процессе эксплуатации. Он их просто не видит. И вот здесь, значит, следующие выводы. Существует несколько источников появления кислот, могущих повлиять на работу смазочного материала. Их относительная концентрация зависит от сочетания таких факторов, как топливо, рабочий цикл, это нитрование, температура, соответствие по вредным выбросам, состав масла. Значит, измерить количество этих кислот можно с помощью отработанной технологии, одним и вторым с методом. Последний метод, то, с чем коррелирует прибор, на основе лабораторных данных фиксирует понижение щелочного числа в присутствии почти всех кислот, которые можно обнаружить в зоне сгорания. А первый – нет. Ну, и здесь последний вывод, что ни один из методов не фиксирует понижение щелочного числа с учетом присутствия всех источников появления кислот, которые могут повлиять на смазочный материал. То есть, ни один из методов не является идеальным, но для отработки однозначно лучше использовать 4739. Понимаете, да? Значит, какой можно сделать вывод? То есть, за свои деньги, не маленькие, что берет в лабораторию, она аккредитована, все красиво, она вам выдает результат. Масло супер, катайся парень. Мы катаемся, на самом деле в моторе уже убитое масло. Что происходит? Мотор убивается. Блин, МИДС ГСМ считает бабки, все довольны, все красавы. Как это по-вашему? Это нормально? Даже если допустить, что у меня там занизило, то я со своей точки зрения намного меньше вред принесу владельцу его автомобилю, чем МИДС ГСМ, который, блин, заставит его кататься еще на ушатанном полностью в дым масле, используя неправильные данные. Вот вам и лаборатория. Ну и как это лаборатория? На сегодняшний день из общеизвестных лабораторий, на мой взгляд, самое адекватное – это Екатеринбургский ОРЦ. Все, как бы вопросов нет. МИДС – это, блин, я не знаю, вот если рассматривать с этой точки зрения, это просто, блин, какой-то, блин, трэш и угар, на мой взгляд. Люди просто платят бабки, стоят в очереди какой-то сумасшедшей, там ждут, блин, и получают на выходе вот такую шляпу, которая убивает их мотор, блин. Это нормально? Напишите в комментарии, нормальная ли такая ситуация. Ну, как бы все, мне вот тут добавить нечего. Благодарю всех за просмотр, желаю всем удачи, здоровья, благополучия, мирного неба, всем пока!